В информационной студии телеканала «Север» Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Депутаты окружного собрания посетили Центр комплексного обслуживания населения. Цель визита – знакомство с новым оборудованием, приобретенным за счет средств недропользователей. Современное телемедицинское оборудование установлено на базе ФАПа села Тельвиска. Комплекс позволит жителям глубинки получать консультации специалистов из любого региона страны. В столице Заполярья прошло первое заседание комиссии по наградам при губернаторе. Уже определены кандидаты на награды 2020 года. Идет прием документов на следующий период 2021 года. В Наринмаре прошли соревнования первенства Дворца спорта «Норд» по плаванию. Участие в застязаниях принимали юноши и девушки от 7 лет и старше. Об этом и многом другом расскажем в ближайшие 20 минут. Информационное агентство ТАСС анонсировало проект с участием главы государства. Спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» выйдет на всех площадках ТАСС в четверг 20 февраля. Впервые онлайн в формате интервью. В ходе интервью известный журналист Андрей Ван Денко говорил с президентом Владимиром Путиным на самые важные и острые темы. Лидер государства рассказал, каково это быть президентом, какие решения приходится принимать и почему. Среди вопросов есть и про отставку правительства, и про возможность договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским. И про двойника Владимира Путина сообщается в анонсе. Отрывки беседы уже сейчас можно увидеть в соцсетях и на ютубе. Сильный порывистый ветер со снегом вторые сутки бушует на территории региона. В результате на проезжей части, тротуарах и во дворах образовались переметы. Движение на отдельных участках дорог затруднено. Впрочем, сегодня уже во второй половине дня осадки прекратились, и коммунальщики смогли активизировать работу по уборке снега. Вечер понедельника показался водителю этой буханки бесконечным. До поселка Красный ему пришлось добираться более четырех часов. Примерно столько же времени на дорогу домой ушло у пассажиров вахтовки, среди которых была и наш корреспондент Александра Литкова. Вчера мы выехали из поселка Искателей в шесть вечера. Первый раз застряли в районе реки Тундровки. Там подъехал кран, нас выдернул, и было решено ехать дальше в Красное. В итоге застревали несколько раз по пути. Этот кран нас сопровождал, ехал впереди. И, в общем, было несколько остановок, где он нас заставал. Возле Красного он застрял сам. Домой мы приехали в Красное, получается, без 15.10 вечера. Сегодняшняя попытка нашей коллеги Александры и жителей поселка добраться в город, а для этого надо было преодолеть снежные переметы, не увенчалась успехом. Для буханки дорога оказалась просто непроходимой. Застревал и КАМАЗ, пришедший на помощь. После трехчасовых усилий было принято решение возвращаться обратно в поселок. В свою очередь диспетчерской ДРСУ нам сообщили, что в 8 утра на уборку снега в сторону Красного выехали две единицы техники. Разговаривали с следителями. Не так давно сказали, что уже дорогу заняло, просто не чистили. С какой периодичностью производится уборка дороги? Каждый день. Каждый день? Каждый день. Да, каждый день. И первая смена, и вторая смена. Утро, и вечер, ночь. Но вот в эту штормовую погоду не ходила техника, да? Почему ходила? У нас вчера ходила техника тоже. Из-за сильных переметов движение по автодороге на Ринмар-Красное было открыто только для грузового полноприводного транспорта. Несмотря на погодные условия, аэропорт Наринмара сегодня возобновил воздушные пассажирские перевозки. Рейсы авиакомпании «Ютыр» и «Смартавиа» выполнены по расписанию. У «Руслайна» один отменен, другой выполнен задержкой. Рейс «Пешес-Напалма» в «Ижес-Нисе» выполнился. Улетел в 8.58, прибыл в 14.45. Рейс «Интига» улетел в 13.17, пришел к нам в 15.25. Рейс 10.97 «Каратайка» в «Амдермаре», рейс 10.77 «Устькара» был отменен, перенесен на завтра. И рейс 10.91 «Харивер-Харута» перенесен на 20-е. Уже во второй половине дня осадки прекратились, и коммунальщики активизировали работу по уборке снега. В целом, жители окружной столицы к подобным ситуациям относятся с пониманием. В городе берет снег. В дорогах? Да, по сравнению с другими регионами, получше убирает нас. Мы же видим, каждый день чистят, но столько снега несет, такого не было. Кто видит, что зима такая снежная? Да кто-то еще такие аномалии, то тепло-то холодно. Хорошо. Ну, из-за кого-то и дороги хорошо посыпают, и жарочки. Может, конечно, не везет, ай, посыпать. Но река небольших у вас нет? Нет, нормально. По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки погода должна нормализоваться. Ветер пойдет на спад и поменяет свое направление. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Делегация зарубежных специалистов посетила Наринмар. В столице Заполярье с рабочим визитом побывали представитель Министерства здравоохранения Норвегии Вибекке Гундерсон. И консул Норвегии в Мурманске Торун Хаслер. Они посетили отделение скорой медицинской помощи и обсудили с региональными властями новый двухсторонний проект – сотрудничество с Норвежским университетом Тромсё. Кроме того, норвежские гости связались с работниками Великовисочной участковой больницы посредством видеосвязи. Напомню, в сельском учреждении работает пилотный кабинет неотложной помощи. Его технические возможности позволяют в режиме удаленной консультации проводить догоспитальный тромболизис. Кабинет оснащен мобильной телемедицинской стойкой МВКС-кодек Труконф, а также реанимационным и анестезиологическим монитором. Визит в округ носил ознакомительный характер. Представители региональной власти и скандинавские гости подвели итоги российско-норвежского проекта – инновационные технологии для повышения качества жизни на Крайнем Севере, завершенного в прошлом году. Также они обсудили новый двухсторонний проект, который будет реализован в 2020-2022 годах – инновации для систем здравоохранения в Арктике. Медицинская помощь станет доступнее. На базе фельдшерского акушерского пункта в селе Тельвиска прошло тестирование нового телемедицинского оборудования. Специальная стойка с возможностью подключения различных диагностических аппаратов позволит жителям этого населенного пункта получать онлайн-консультации врачей различного профиля из любых точек страны. Павел Загудалов, житель села Тельвиска, первый пациент, который проходит обследование на новом телемедицинском комплексе. Сейчас оборудование работает в тестовом режиме. Это хорошее направление, очень нужное, мало того сказать, очень полезное. И, собственно говоря, оно должно развиваться, должно субсидироваться государством. Телемедицинский кабинет с возможностью подключения разного диагностического оборудования позволяет связаться онлайн с профильными медицинскими специалистами. Это касается, наверное, отдаленных деревень, потому что там доктор или фельдшер, он один на один с больным. Иногда нужно какие-то принимать решения, иногда нужна какая-то подсказка. Поэтому они с помощью телемедицинского этого оборудования могут они выйти на определенного специалиста и проконсультироваться. Это очень хорошее подспорье, скажем так. Оборудование телемедицинского кабинета позволит проводить консилиумы специалистов различного уровня с любой точки нашей страны. Стойка оснащена видеокамерой высокого разрешения, подключен прикроватный монитор. Все это дает возможность наблюдать пациента во время сеанса консультации. Кроме того, одновременно подключается целый комплекс медицинского оборудования для проведения необходимого скрининга больного. Имеет представляет себя некий коммуникатор с возможностью подключения большого спектра медицинского диагностического оборудования, имеющего цифровые и аналоговые выходы. Здесь установлено и программное обеспечение для видеоконференцсвязи с возможностью связываться с врачами, с диагностами, с диспетчерскими центрами и так далее. Всего для нужд региона приобретено 12 таких комплексов. Специалисты из сельских амбулаторий уже прошли обучение для работы на них. В течение четырех дней казанские специалисты, производители этого медицинского оборудования, проводили курсы на базе ФАПа села Тельвиска. На базе ФАП Тельвиска проходило обучение медицинских специалистов, удаленных подразделений нашей организации по работе с телемедицинским оборудованием. Было порядка 12 человек со всех ФАПов. Сейчас разрабатывается регламент, согласно которому сельские медики будут задействовать телемедицинские комплексы. Предполагается, что связующим звеном между ФАПом и узким медицинским специалистом станет диспетчер санавиации. Он будет принимать решение о дальнейшем медицинском сопровождении пациента. Все вызыва, которые идут в удаленных населенных пунктах, будут идти на диспетчер санавиации. Диспетчер санавиации будет принимать решение, к какому профильному специалисту подключить данного больного, данную консультацию. Сейчас в 12 населенных пунктов идет тестовая эксплуатация телемедицинских комплексов. И вскоре для жителей отдаленных населенных пунктов узкие специалисты станут ближе. Ольга Руслова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Депутаты окружного собрания продолжают рабочие визиты в организации, осуществляющие свою деятельность на территории региона. Накануне парламентарии посетили комплексный центр социального обслуживания населения, в котором относительно недавно появилось новое оборудование, приобретенное на средства недропользователей. В центре внимания законодателей качество услуг, оказываемых населению, их востребованность, а также проблемы, которые требуют решения. Директор комплексного центра социального обслуживания населения Светлана Хатанзейская ознакомит парламентариев с одной из новинок, приобретенных на средства недропользователей. Работать на этом оборудовании будет психолог учреждения, который пройдет предварительное обучение. Это новейшая технология, в общем-то новинка, комплекс биоакустической коррекции БАК-Синхро-С, инновационный метод широкого круга заболеваний. В том числе самое главное – это расстройство центральной нервной системы. Направление на лечение с использованием комплекса биоакустической коррекции будет выдавать невролог. Как отметила Светлана Хатанзейская, таким оборудованием могут похвастаться далеко не все лечебно-профилактические центры и санатории страны. Еще одна гордость учреждения – магнито-терапевтический комплекс «Мультимаг», направленный на лечение опорно-двигательного аппарата. Он оказывает противоспорительное действие при этих хронических и пьяно-текущих процессах. На средства нефтяников приобретено оборудование для сенсорной комнаты и установка для гипокситерапии. Это стимулирует организм, повышает его сопротивляемость к многим заболеваниям. Мы сами зимой живем и понимаем, что в зоне кислородного голодания. Это горный воздух. Это тоже новое? Это тоже новое. У нас был горный воздух, который много лет функционировал, потом вышел из строя. У нас медтехник каждый раз приезжает. И примерно где-то в около года у нас не было этой процедуры. Есть в центре массажер для ног. Через точечный массаж стоп нормализуется давление и улучшается работа мозга, центральной нервной системы и сердца. Популярностью у населения пользуется тренажер для терапии опорно-двигательного аппарата и механическая беговая дорожка. Он может медленнее пойти, может быстрее. Это очень важно после перенесенных инфарктов для восстановления дыхательной и двигательной функции. И мини-тендер. Подойдите сюда. Здесь как раз идет нагрузка на суставы, которую человек тоже регулирует. Это тоже новое оборудование. По итогам рабочего визита парламентарии не только ознакомились с новинками оборудования, но и осмотрели помещения, в которых оказываются услуги населению. Пообщались с посетителями. Мы поняли, каким образом здесь организована работа, что требует дополнительных усилий. С точки зрения организации я хочу сказать одно, что дети с 5 лет до самого преклонного возраста, все люди высокого возраста, они могут получать здесь медицинскую помощь. Она организуется достаточно эффективно. У нас подготовленный здесь коллектив. Квалификация соответствует определенным требованиям. Та аппаратура, которая у нас снова есть, она освоена, соответственно, она используется достаточно эффективно. В завершение встречи народные избранники обсудили с руководством комплексного центра соцобслуживания перспективы развития учреждения и проблемы. Среди основных – потребность в специалистах. В частности, учреждению необходима медицинская сестра. Этот вопрос находится на контроле окружного профильного департамента. Центр содействия семейному устройству «Наш дом» стал лидером всероссийской акции «Добровольцы детям». Он победил в номинации «Открыты двери для друзей». Проект, с которым участвовала региональная организация «Комната моей мечты» был реализован при помощи нефтяной компании «Башнефтьполюс» в прошлом году. Напомню, в его рамках воспитанники центра получили комнаты, которые рисовали в своих фантазиях. Сегодня, в день спонтанного проявления доброты, победители получили заслуженную награду. Утро понедельника в Центре содействия семейному устройству «Наш дом» началось с приятных сюрпризов. Вручение диплома победителя всероссийской акции «Добровольцы детям». Координатором акции в Нейнском округе выступил ресурсный центр поддержки добровольчества. Собрали информацию, направили ее, и организаторы акции выдвинули Центр содействия семейному устройству «Наш дом» в лидеры номинации. Мы очень рады, для нас это тоже было неожиданностью. Мы рады сегодня вручить эту награду детям и воспитателям. Проект, в рамках которого были исполнены детские мечты, ожившие с рисунков воспитанников нашего дома жилые комнаты, а также места общего пользования, среди которых и зал отдыха, был реализован в прошлом году. Летом была проведена на самом деле очень огромная работа. Всем коллективам, то есть мы клеили обои, мы шили портьеры, мы очень готовились к встрече детей. И когда детки приехали у нас летом после летнего отдыха, ну это было огромным таким приятным сюрпризом. Сейчас в Центре «Наш дом» проживает 57 человек. По словам руководителя учреждения Татьяны Гашевой, реализация подобных проектов помогает детям легче социализироваться. Вот эта совместная работа, совместная попытка вживаться в коллектив через смену обстановки, через умение готовить здесь же дома, оно, конечно же, будет способствовать лучшей социализации детей, когда они будут уходить в жизнь. Ребята, которые в прошлом году рисовали комнаты своей мечты, отметили в учреждении, уже устроены в семье. О семье мечтает и первоклассник, воспитанник нашего дома Максим Тайбарей. Рассматривая принесенные гостями подарки, мальчишка тут же начинает фантазировать о комнате своей мечты. Фломастеры. Смотри, какие яркие цвета. Значит, комната какая будет? Яркая. Яркая. Ты какие выбрал бы отсюда цвета? Желтый, синий и красный. Класс. И смотри, здесь еще есть у вас разноцветные листочки. Смотри, какие тоже. Какие ты возьмешь? Какие у тебя? Обои будут в новой комнате мечты. Синий. Синий? Как у всех пацанов, синий цвет самый любимый, да? Всероссийская акция «Добровольцы детям», которая направлена на решение задач десятилетия детства, проходит ежегодно. Принять участие в ней могут все желающие. Она состоится с 15 мая по 15 сентября. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В столице Заполярья прошло первое заседание комиссии по наградам при губернаторе Ненецкого округа Александре Цибульском. Состав комиссии был сформирован из представителей власти региона, органов местного самоуправления и общественных организаций. О каких наградах шла речь и как подать пакет документов, рассказала моя коллега Наталья Дуркина. На сегодняшний день через комиссию по наградам проходят кандидаты, претендующие на почетные знаки Ненецкого округа. Сюда относятся медали за особые заслуги перед округом, родительская слава, почетная грамота, почетное звание почетных гражданин Ненецкого округа, юбилейные медали, знаки отличия, за безупречную службу, трудовая доблесть, а также 25 профессиональных почетных званий. Решение о награждении принимается коллегиально на комиссии. Выборы было сделать очень сложно. Огромное количество людей и все, абсолютно все достойны, либо носить звание почетный работник геологии, почетный работник культуры, или быть награжденным медалью родительская слава. Но есть критерии, по которым мы выбираем людей, которые будут награждены. И, конечно же, мы смотрим на то, какой трудовой стаж у человека на территории Ненецкого округа. Очень сложно работать здесь, в наших климатических условиях. И малейшая заслуга – это уже огромная заслуга. Для того, чтобы получить награду Ненецкого округа, необходимо собрать определенный пакет документов, который опубликован на официальном сайте окружной администрации. А именно, перейти в раздел «Кадровая политика», затем «Награды». Либо обратиться по номеру телефона 238-29. Сейчас уже определены кандидаты 2020 года. И идет прием документов на 2021-й. Всего у нас было подано порядка 70 пакетов наградных документов. Ну и по установленной законодательственной квоте почетную грамоту у нас получат 20 человек в этом году. К почетному званию почетный гражданин округа будет представлен один человек. И медалью будет награжден также один человек. Всего 22 человека. Также на комиссии были рассмотрены заявки от кандидатов, претендующих на награду «Родительская слава». Так как определенной квоты нет и все семьи соответствовали параметрам, все они прошли отбор. Добавлю, торжественная церемония награждения жителей округа намечена на 12 июня. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Леонид Шишелов. Телеканал «Север». Кроль, брас, вольный стиль и ботерфляй. Минувшие выходные выдались горячими для любителей плавания. Во дворце «Спортонор» прошло первенство по этому виду спорта. Участие в соревнованиях принимали юноши и девушки от 7 лет и старше. Подробности в нашем материале. Три дня в бассейне дворца «Спортонор» не смолкал стартовый свисток десятки заплывов сотни соревнующихся. Более 200 юных пловцов приняли участие в первенстве. Я пока что мест никаких не занимала, но у меня уже есть три юношеских разряда. И много достаточно грамот. Сложно плаванием заниматься? В чем сложно? Сложность иногда в том, что ты быстро устаешь на больших дистанциях. И вот ботерфляй еще довольно. Мне сложно его плыть. Ирина занимается плаванием пятый год. Уверена, что самая крупная победа у нее впереди. Вместе с ней сегодня за звание лучших спортсменов соревнуются два товарища – Илья и Владислав. За многолетние тренировки юноши знают, как достичь победы. Конечно, сложно. Много соперников, которые плавают быстрее. Их надо догонять, получать свои результаты. Неподготовленному человеку будет некомфортно плыть с более быстрыми соперниками, потому что они быстрее, сильнее. Ну и как бы уже знают все преимущества и хитрости в этом стиле, в котором сыграешься путь. Традиционно на балконе места для болельщиков. Поддержать своих спортсменов пришли родители и друзья. За кого болеете? Мы болеем за своего старшего сына, за Максима. Он давно занимается? В пятый год. Как в десятый год есть? Пока в десятый год держится. Андрей с другом в группе поддержки своей старшей сестры Саши. Он верит, что она победит. Буду кричать и орать. Думаю, что она победит и займет первое место. Проживаешь? Очень. Думаю, что она потом приедет и за меня будет тоже болеть. Первенство дворца спорта Норт – это своего рода промежуточные соревнования. Спортсмены подтверждают, ранее полученные разряды стараются улучшить свои результаты для дальнейших побед. Сегодня увидим, есть улучшение или нет улучшения. Мы же сравним результаты и будем дальше работать. По результатам открытых соревнований по плаванию, первенство дворца спорта Норт – лучшие пловцы в своей возрастной категории получили медали и грамоты. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует...